Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий и мы продолжаем играть в Best Insight. В прошлой главе мы что-то разгадали какие-то загадки и что-то там сделали. В четвертой главе я еще раз прочитаю, в прошлой серии я читал, ну давай еще разок. Все болит, что ж, значит я жив. Черт, чуть не сломал себе шею, он застал меня в раз плохо, я не был готов к такому. Вблизи он едва напоминал человека, когда это существо набросилось на меня, я почувствовал, как меня наполняет боль, его боль. Такое со мной впервые. И этот взгляд как у затравленного животного. Я был так потрясен, что не мог даже пошевелиться. Хотел закричать, но кто-то словно вырвал мне голосовые связки. Кто это такой, черт возьми, что он делал в спальне отца? Вот сейчас мы это и узнаем. Нажимаем любую кнопку и снова погружаемся, я так понимаю, в воспоминания, а не в реальной жизни, с Эммой, с дочкой, с прослушкой, со слежкой, со всем вот этим вот, что нас преследует, с шифрами. И именно в воспоминаниях мы должны узнать, что случилось с нашим отцом, что случилось с людьми, которые были вот в прошлом. Такс, что он делает в нашем доме? Это из-за него пропал мой отец. Что если в подвале? В подвале? Ну пойдем в подвал. Так, что в подвале там? А, осмотреть спальню отца, подожди, у меня... Писюльку тут возьму сейчас. Он сам сказал про подвал что-то и в итоге задание про спальню отца. По моим предположениям она где-то здесь. Тихо, а что такое? А, это... Это ж хоррор, звуки всякие страшные. А, Юр, что-то там... Нет, не один. Страшно. О, голова. По башке что я кто-то дал, или что? Тебе сюда нельзя, слышал сопляк? Чтоб ноги твоей здесь не было. Кто мне это сказал? Для начала давай разберемся. Ну-ка, не нужно держаться за голову, пойдем. Что со мной? Мне говорили, что такого больше не повторится, мне обещали. Для начала какого, а потом... Кто обещал? Чё это такое? Осмотреть. Часы моего отца, кажется, ему их подарили. Отец всегда был одержим пунктуальностью и порядком. Иногда я не понимал, зачем он вообще решил завести семью, если она вечно задерживала его и мешала. Поверните, чтобы обнаружить. Как много текста. Я сейчас буду это все читать, ты представляешь? Понятия не имею, что за ML. Но тогда... А, но тот день, когда я случайно уронил эти часы, я не забуду никогда. Мой отец буквально замер. Я ожидал страшной порки, но он просто собрал все металлические детали трясущимися руками и ушел в спальню. Проведя остаток дня в попытках починить их. Часы так и не заработали, но отец все равно сохранил их. Он не раз пытался починить их, но все безуспешно. Хорошо. Так, положи. Ух, блять. Хе-хе, какой я меткий. Свечку надо зажечь. Чё это? Свечка стоит и не зажженная. Нет там никого? Никто не ходит? И окна не открываются. Непорядок. Чё у нас здесь? Здесь тоже ничего полезного нет. Так, в лампе нет керосина. Грустно, это, конечно, всё грустно, но... Так, чё это такое? Глупости. Мне нужен керосин. Я вижу лампу. А, я вижу половик. Но подожди, я... Хочу взять спички и хочу найти... Хоть одну баночку керосина. Всё же как-то... Грустно мне без керосина-то. Да что, ты серьёзно хочешь сказать, что... А-а-а, вот она, вот она, ну, хороший. Так, чё здесь... Тоже не отодвигается, не удвигается со мной, и... Пусть как... Будь как будет. Свечку зажечь надо. Картины всякие. Ой, ты не один. Кто-то играет со мной, да? Кто-то с тобой играет. Чё за игра, правда, непонятно, но... Кто-то играет. Кому-то очень интересно, весело и забавно. Прочитаем записочку. Зэд, читать. Джейкобу Хайду. Старый скряга. Жизнь человека для тебя вообще ничего не стоит. А, это вопрос. Жизнь... Старый скряга. Жизнь человека для тебя вообще ничего не стоит. Я не просил огромных денег, только маленькую сумму. Но ты не хочешь дать мне ни цента. И это после того, как мой муж расстался с жизнью по твоей вине? Даю слово, я это так не оставлю. Мария. Кто такая Мария? Что вообще произошло? За что она просит компенсацию? Да хрен её знает. Умалишённая какая-то. Так, погоди. Надо заправить свой этот... Ммм... Лампочку. Надо просто вот так вот... Да что такое-то? Керосинку. Керосинка. Использовать, использовать, использовать. Сколько там? Четыре штуки, да? Четыре керосинки осталось. Хорошо. Здесь у нас что? О, дырка какая-то. Куда-то... Ой. Ой. Я где? Черепушка зачесалась. Зажмурить лучше, не страшно, чтобы было. Кто-то ходит надо мной. То есть, хочешь сказать, что не будет видно спички под полом, которая горит. Вот здесь нас сейчас это убьют. Игра закончится, да? А назад обернуться даже нельзя. До чего ж обидно. Привет, мышки. Почему-то сплинтера два. Кстати, вот здесь вот что-то будет страшное, потому что это не просто так все. Тишина какая-то тоже, знаешь. Сначала напрягли, потом... Ой. Здорово. Я тебя увидел немножко заранее, поэтому я тебя не испугался, дружище. Прикинь, хотел напугать меня. Черт возьми, будто сам дом пытается меня убить. Подожди, откуда я упал? А, я... Ээээ, это же был второй этаж, ты, елки-палки. Вот он че. Пист... Опа, пистолет. Пистолет это важный элемент нашего квеста. На всякий случай, но я бы предпочел никого не убивать. Да я как раз бы предпочел кого-нибудь убить, чтобы он не мешал. Без патронов эта штука бесполезна. Это че? То, что вам нужно. Отмычка. А че-то мы будем вскрывать. А пора спуститься в подвал и узнать. Подожди, мы еще здесь не... Я своей руки испугался. Привет, дядь. За... Ммм. Свечки надо все зажечь. Не просто ж так, они здесь есть. Ну, раз. Где-нибудь еще есть свечка? Опа, керосинка. Эээ. Дай-ка я... Блин. Ладно, помню, как это происшествие расстроило отца. Смерть Джорджа и вовсе его добило. Происшествие на шахте. Взрыв на шахте Кэролайн стоил жизни трем шахтерам. Свидетели утверждают, что земля сотрясалась даже на расстоянии километра от шахты. А грохот доносился сквозь закрытые окна. Пока неизвестно, что послужило причиной взрыва и можно ли было его избежать. Нашим репортерам не удалось связаться ни с одним из совладельцев шахты. Джордж Уайтхейт не выходил на связь, а Джейкоб Хайт отказался комментировать случившееся. Обо всех новых подробностях наши читатели узнают из первых рук. Взять. Короче, что-то взорвалось. Опа. Так, переместите отмычку под один из цилиндров с помощью мыши. Да. Чтобы поддеть цилиндр, двигайте мыши вниз и вверх. Когда цилиндр пересечет линию на замке, нужно быстро его зафиксировать с помощью левой кнопки мыши. Чтобы взломать замок, нужно зафиксировать все цилиндры. Хорошо. Да что такое? Делов-то. Все гораздо проще, чем ты думал. Так, надо вот эти вот шкафчики посмотреть. Может быть здесь есть еще какая-нибудь керосиночка. Я, конечно, понимаю, что у меня есть керосин. Я понимаю, что мне его достаточно вполне пока что. И думаю, что... Опа. Но хуже-то не будет. Правильно я говорю? Правильно. Лишним керосин не будет. Спички. Спички-брички нашел. Так, это что такое? Осмотреть. Такие амулеты якобы приносят богатство. Мой отец не был суеверным, но в тяжелые времена в ход шли все средства. ГВ. Да, Джордж Уайтхед. Хм, а может он принадлежал коллеге моего отца, Джорджу Уайтхеду? Возможно, он подарил этот амулет отцу. А может, не знаю. Д.У. Джордж Уайтхед. Закончить осмотр. Так, спичечки. Спич... Спичечки, говорю. Вот эту возьму тоже, ерундесятику. Сколько у меня тут уже керосинок с собой? Семь керосинок. Ошалеть. Вот это здорово. Вот это я понимаю. Вот это здорово. Когда у тебя есть запас керосинок, жизнь становится ярче. В прямом и переносном смысле слова. Ты же сам понимаешь, что... Опа. Свечка. Слушай, а где-то еще есть свечка наверняка. Что-то как-то все странно. Опа, свечка. Я буду зажигать все свечки, потому что, ну, это, типа, полезно. Это важно. Это нужно. И, скорее всего, к чему-то приводит. Типа, в самом начале мы из-за этого только и выиграли. Ну, как бы, не то, что выиграли, а... Скрипты сработали. А спичек у меня аж целых 35, поэтому я не побоюсь их ими воспользоваться. Поезд, что ли, едет ли чайник закипел? Что за звук? Осмотреть. Деревянный конь. Эту игрушку купила мне мама. Я ее почти не помню. А вот этого солдата на коне я запомню прекрасно. Стоит только взглянуть на эту игрушку, и я сразу же возвращаюсь в детство. Всего через пару лет началась проклятая война, а я стал слишком взрослым для игр. Война. Война никого. Что-то там... А, война никогда не меняется. Ну-ка, тихо. Что ты делаешь-то? Что-то сверкало вот здесь. Или показалось? Скорее всего, показалось, ладно. Нет. А, нет, ладно, показалось. Паранойя развивается, по-моему, у меня уже тоже. Керосинка. Керосинка, это хорошо, смотри-ка. Опа. Что такое? А, это спички. Спички, спичка, аж 42 штуки. Фу, блядь. Сейчас буду на пианинке играть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, где здесь... Опа. Свечка. Керосинка. Блин, меня, по-моему, отправляют. Сейчас отправят куда-нибудь в горы, далеко-далеко, потому что керосинок у меня куча просто. Свечка. Что еще это? Где свечка есть еще? Свечка. Так, все свечки зажег. А, не, не все. Вот свечка, еще одна. Что еще надо? Это что такое? Осмотреть. Отцовский ремень. Не сосчитать, сколько раз мне доставалось. Удивлен, что он до сих пор не развалился. Порой отец порол меня. Из-за выдуманной проступки. Обвинял в том, что я обкрадываю гостей. Хожу ночью по коридорам. И громко с кем-то разговариваю. Пробираюсь в шахту и так далее. А я ничего такого не делал. Короче, отец тоже видел каких-то этих галюнов. И поэтому нас ругал за это. В конце концов он решил, что я привык к порке. А значит нужно наказание похуже. И начал запирать меня в темноте на долгие часы. А иногда и дни. Дурак что ли? Мозгов что ли нет совсем? Сам боится? Того, что за ним там какая-то каркозябра наблюдает. Сына ругает за это? А в итоге запирает его сам? Ну дурак нет. Ну серьезно. Так, что у нас здесь? Так, задание-то какое? Погоди. Ээээ... Спусти... А, спуститься в подвал. Все, делов-то. Пойдем в подвал. Ну в подвале самое не страшное должно быть. Погоди-ка. Ну давай заправлю лучше эту... Керосинкой... Лампочку. Зажгу свечечки. Ааа! Еще керосинка. Блин, тут прям вообще... Это клондайк какой-то этих керосинок. Кто-то здесь явно любил керосин. Или кто-то готовился к концу света, потому что, ну... Эээ... Я не знаю, это очень... Блять, штаны менять пришлось. Придется, точнее. Не может быть, не верю, что это все за правду. Зачем мне говорили, что я теперь в безопасности, если все начинается снова? Слушай, даже не скажу тебе, честно. Блять, портки... Все теперь грязные. Кошмар. Открыть металлическую дверь. Где металлическая дверь? Бедная коняшка, ты до сих пор здесь стоишь. Да хватит ездить там на своих драндулетах, ну. Аж стены трясутся. Пах, керосинка. Я же говорю, не зря я сюда пришел. Сколько у меня их есть? Уже 10, не боюсь. 10 керосинок. На 2 года вперед набр... Опа, это меч, что ли? Нет, это совок. Это совок, это обычный совок, и он нам не поможет ничем. Пошли. Так, это не то. Страшно должно быть, вот сейчас. А подожди, железная дверь, ты где? Там опять, что ли? Ну, пойдем. Блядь, вот опять из темноты, смотри, выглядывает. Как будто так и надо. А, вот железная дверь. Тук-тук-тук. Я человек-паук. Откройте. Опачки. Да что такое? А, не на ту кнопку жму. Все понял, я на пробел жму. Я на пробел жму, а тут на левую кнопку мыши надо нажимать. Так, что у нас здесь? Керосинка. Спички. Еще что? И больше ничего полезного. Я... Опа. Да давай уже. В соседнюю комнату ты можешь попасть. Я знаю, что ты можешь попасть в соседнюю комнату. Я же вижу. Так, эм... Ну, что ж сказать. Счастливого пути. Блядь, сейчас нам кто-нибудь воткнет в живот ножик. Или лом. Или что-то еще более острое. Я не знаю, ну... Наверняка будет что-то страшное. Ну, просто не может быть просто так вот... Типа и... Блядь, ползешь за стеной. Типа тебя никто не слышит, не видит, что ли. Ну, вот сейчас будет страшно. Это кто такой? Опять этот дурак, слушай. Что происходит вообще? Кто это такой? Почему он преследует меня и преследует вот этого мужика? Почему этот мужик вообще делает... Что делает этот мужик в моем подвале? Серьезно? Черт, я здесь не пройду. Нужно найти другой путь. Серьезно? То есть... То есть ты хочешь сказать... Что я сюда полз. Просто так, да? И сейчас мне нужно ползти обратно. Может мне встать и пойти... Пойти быстро? На шифт можно шифтовать? Нет? Я же говорил, что нас вытащат. Или... Или же, не знаю, там... Воткнут что-нибудь. Так, подожди. И чем меня никто не обьет? Где он? Новость записи в дневнике. Черт, что это было? Могу ли я вообще доверять собственным чувствам? Я видел... Драгу? Твощий, сильно раненый человек, стремился сбежать из подвала. А напавший в маске и цилиндре отчаянно пытался ему помешать. Это не могло быть галлюцинацией. Я видел кровь, чувствовал я металлический запах. Видел, как от удара прогнулась труба. Ну, блядь, видел, а мы плохо видел. Даже не знаю, как тебе сказать. Налью керосинки, пожалуй. Возьму фонарик и пойду. Так, ладно. Здесь что-нибудь есть? О, керосинка. Керосинка, блин, это радость. Это радость для нас. Это все реально. Кровь в железной трубе это не иллюзия, я не схожу с ума ни в этот раз. А мне кажется, что ты кукушкой тронулся. Такой парик. Кровь в железной трубе это не иллюзия, я не схожу с ума ни в этот раз. Напоминает эту мерзость, которую судьи надевают на головы. А ведь в наш дом раньше приходил судья. Похоже, жертвой был судья, но... Но зачем похититель принес этот парик в подвал? Он хотел поиздеваться? Как же его звали? Нортон? Подождите, это он. Это о его смерти писали в газете. Как такое возможно? Да я откуда знаю, как такое возможно? Слушай. А другой человек в цилиндре. Он запер судью. Может, он сделал то же самое и с моим отцом? Отправлюсь по их следам. Возможно, узнаю что-нибудь об исчезновении отца и о других пропавших. Мда. Рукоятка. Поможет открыть дверь. Взять. Рукоять. Может, я смогу открыть ей дверь? Сможешь, сможешь, конечно. Опачки. Чуть такое. Да сядь ты, ну. Раз здесь есть шестеренка, значит, неподалеку должен быть механизм, куда ее можно вставить. Блядь, справедливо. Слушай, даже не поспоришь с тобой. Такой ты умный, сообразительный малый, что я даже диву даюсь на тебя. Черт возьми, как они выбрались. Как знать, как знать. Да тяни ты, ну. Я тут по столу мышки валял елозию, просто только так. Так, и что здесь он? У судей серьезное кровотечение, он будет искать помощь. Вряд ли он будет искать помощь, ему она уже не понадобится. Мне кажется, с таким серьезным кровотечением далеко не доживают. Можно фонарем светить вперед, и почему кровь светится в темноте? Два вопроса, волнующих меня очень сильно. Страшно. Бу. Че за звуки нагнетающие, я не пойму, блин. Опять конь этот пугает меня. Подожди, это кровь? Не, ни хера это не кровь, это просто ерунда какая-то. Блядь. То ли в стену стукнул кто-то, то ли кровь. Ой, то ли игра. Кровавые следы, по ним я смогу выследить его. А можно на выход? Блядь, нельзя на выход, жаль. Очень жаль, хотелось бы на выход. Закрой-ка я дверь в подвал, потому что, ну и нахер. Угу. На выход. Смотри-ка, как все просто оказалось. Блин, мне так вообще ничего не видно. Так, и где кровь-то? А, вон она. Что за звуки-то, блин, этот... Шаги такие, как будто он слева-справа уха своего ходит. Как будто он не ногами, а на клешнях на каких-то, как доктор-октопус этот из Человека-паука с разных сторон ногами шевелит. Серьезно, если ты в наушниках, то ты понимаешь, о чем я говорю. Там, 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 там шаг, как будто за тобой кто-то идет. Сейчас провалюсь. Нет, смотри, не провалился. Вот это счастье. Ага, он пойдет в гостиницу. Я думал, ее много лет как закрыли. Да, скорее всего, закрыли. Просто это глюны у тебя такие. Ты же спятил уже. Новая запись в дневнике. О, хо-хо-хо-хо. Насколько я помню, у моего отца был близкий друг судья. Кажется, его звали Нортон. Погодите-ка, да... Да та же статья была о нем. О том, как Нортона похитили и убили. Но тогда как объяснить, что я его только что видел? И кто был второй человек? Этот... Ага, именно этот. Надеюсь, не закончится моей смертью. Убегавший обильный стекает кровью. След ведет в гостиницу. Я отправлюсь туда. До моей семьи кто-то проклял? Или проблема только в моей неспособности выжить... Выжечь из своего разума травмы, преследующей меня с самого детства? Может, мой отец вовсе не пропал? А просто не захотел иметь ничего общего с человеком вроде меня? Или... Чё-то ты много мыслей реально своих воспроизводишь. Они тебе не нужны абсолютно. Керосинка. Вот керосинка тебе нужна. Керосинку нужно взять. Чё... Чё это за место такое? Патрончики! Ну-ка, патрончики нужны. Патрон... Серьезно? То есть, это чтобы наверняка я не пропустил, да, патроны? У меня всего шесть... Всего девять патронов. Сейчас какие-то следы крови и страны. Он должен был знать. Ты кто такой-то вообще? Не шагу назад. Ой, не шагу вперёд, блядь. Не вынуждай меня. Ты дурак, нет. Но он ничего не сделал. Куда стрелять? Он позволил ему сотворить всё это. Ух, блядь. Ты серьёзно? Ты реально потратил патроны? Щёлкните лакомэ. Просто бежим. Просто бежим. Нужно просто бежать. Я не понял, там третья кнопка какая-то была. Очень важная, скорее всего. Тупик, блядь. Тупик, 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 тупик. Он идёт за мной. Оно идёт за мной. Бежим. Видать, куда-то туда нужно. По тропинке вытоптанной вот этой. У меня голова чешется. Чё делать, если чешется голова? Я иду туда или не туда? Куда я иду вообще? Твою мать, тупик. Ёб твоё. Застрял. Бежим. Прибежал. Ой. Чё-чё-чё-чё случается-то, ну? Он справа, сзади. Всё. Бежим. Нас не догонят. Нас не догонят. Опа, кровь. Я пришёл к обратно. А, ясно. Ясно, ясно, ясно. Кровь. Улица, фонарь, аптека. Так. Бежим. Бежим, 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 бежим. Паника, 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 паника. Паниковать в таких ситуациях нельзя. Я заблудился, блядь. Я не вижу, куда я бегу. Камни сейчас будут опять, да? Нет, смотри-ка, чё-то, куда-то я бегу, куда-то продвигаюсь, а куда, не знаю. Камни опять, да, камни. Камни, конечно, ка... Блядь. Чё такое-то? Фонарь-то, блин, можно мне как-нибудь под этого... Так, не сюда точно. Ну, пойдём наверх попробуем. Я с тропинки сбиваюсь постоянно. Я её не вижу, потому что... Ещё вот этот дёргающийся фонарь, он меня вообще расстраивает. Так, это тупичок. Я помню, я сюда приходил. Так, убил. О, у меня потронутся, смотри, сколько. А, я в него стрельнул и пропал туман. Так, Таувер. Таувер мне не нужен. Угу, пойдём туда. Тогда ничего страшного. Он где-то идёт. Только где? Так, там тупик. Где он? Вот он он. Серьёзно, блядь? Ты дурак, нет? Перезарядился? Хер перезарядился, не перезарядился. Бежим. Где он? На. Было нечестно. Когда он оставит меня в покое? Не знаю. Нужно вот сюда. Сюда не нужно. Блядь. Пойдём в ту сторону, короче. Ладно, пойдём вверх. Потому что... Ну, наверху, возможно, чё-то... Чё-то будет. Чё будет, хрена знает. Так, сюда тупик. Правильно я говорю? Правильно. Так, карту в голове нарисовал. Правильно. Бежим. Где он, блин? Пойдём. Он снова вернулся, как от него избавиться. Я уже избавился, чё-то. Так, начнём отсюда вот. Пойдём в ту сторону, к фонарику. Дабы понять вообще, чё здесь есть и чё нас ждёт. Так, патрончики. Патрончики подобрал, это хорошо. Иду вот к этой вот, к этой вот постройке. Или чё это такое? Я в шутаны с детства играю. Ну, сука. Промазал. И чё? Серьёзно, ты всё, ты устал? Устал он. Так, это чё такое? Это как называется-то? Блядь, это называется... Просрал один патрон. Впустую. Может быть сюда? Может быть и сюда. Какие-то я ебеня забрёл, чё слово. Так, патроны есть и слава богу. Нахера я сюда иду, не знаешь? Я тоже не знаю. По-моему, я сейчас забагаюсь и больше отсюда не выйду. В лампе нет кер... В какой лампе нет керосина? Дурил ты. Картонная. Я без керосина вообще умру здесь. Так, ну самое главное, короче, нужно было не на лампочке идти, а... А куда-то в другое место. Явно куда-то в другое место, а куда не знаю. Ладно, я вышел на ту же... А, во, погоди-ка. Нашёлся. Вот чё он не появляется-то. Он бросил меня умирать. Кто? Кто тебя умирать-то бросил, дурила? Так, патроны есть, слава тебе, Господи. Может, открыть дверь отсюда? Нет, нельзя. Да хватит! Что же с фонарём-то творится? Выключи. Включи. Не, ему не помогает. Он всё равно так продолжает мотать во всё... Опа! 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 Всё добавляется самостоятельно, слушай-ка. Только чё-то патронов маловато, на самом деле, дают. Всё, червонец у меня. Значит, он опять сейчас появится. Он с той стороны. Иди сюда. Готов, дело. Пойдём. Что тебе нужно? То хватит дрыгаться во все стороны. Несерьёзно. Бежим по фонарикам. По фонарикам. Просто нужно бежать по фонарикам. Делать даже ничего не нужно лишнего. Правильно? Правильно. Где он? Я его не слышу. Да серьёзно, что ли? Живучая падла какая, а? Оставь меня в покое. В одиночестве, скорее, ты хотел сказать. Патрон, слушай, подберу побольше. Ну, потому что, ну, от греха подальше. Не знаю, сколько он ещё нас с тобой преследовать будет. Вот он, он идёт, 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 идёт. В голову одного хватает, смотри-ка. Да когда же ты умрёшь? Да никогда он не умрёт. Он же, блин, призрак. Он же рассыпается у тебя на глазах. Сам-то думай головой своей. Понимай. Блин, если бы ещё фонарик не летал во все стороны, было вообще здорово. Чё происходит? Чё творится с фонарём? Горе тебе, Хайд. Горе твоему роду. И тебе не хворать. Серьёзно? Готов дело. Сколько у меня хпшки? Интересно просто мне знать. Предмет добавлен в инв... В инвентарь. Сюда нужно, нет? Нет, сюда было не нужно, скорее всего. Блядь. Блядь. Я чё, зря сюда залез, да? Ой, точнее, спрыгнул зря. Во дурак. Во дурак. Или не дурак. Подожди. Или я правильно спрыгнул. Где он? Надо его грохануть, чтобы он не мешался. Да... Да что такое-то? Да ку, хватит, хватит. Это не серьёзно. Я два раза в него попал, и он не умер. Он не умер от двух выстрелов. Это как минимум несправедливо. Загрузить последнее сохранение. Ладничка. Заново, что ли? Погоди. Не может быть такого. С какого места буду сейчас играть? Ну, давай, загружайся. Так, ну у меня много патронов, это я... Это явно и... Угу. Хер его поймёшь, откуда, короче. Пули ненадолго его задерживают. Подожди, это неправильно. Я наверх должен подниматься. Я поднимался наверх. Или же, подожди, или же я... Что делаю-то? Где он? Блядь, попал. Сука. Попадёт ещё раз. Попал. Да чё-то как-то несерьёзно. Ладно, пойдём сюда. Я лучше заново начну сейчас. Серьёзно, я чё-то как-то это... Подобосрался только что. Вот и всё, сейчас я здесь умру. Да. Нет. Не умру. У меня фонарь бы найти, хоть какой-нибудь ближайший. И понять, в какую сторону бежать. Потому что я умудрился заблудиться на ровном месте. Ну, правда. Так, это тупичок. Ой, патронов нет, патронов нет, патронов нет. Это плохо. Хоп. Да хватит. Где он? И где я? Может, дать ему убить себя, чтобы я начал, так сказать, с понятного места? Хотя нет, вот. Вижу. Вижу. Вижу понятное место. Да ни хера ему не нужно. Ему нужно меня убить. А тебе нужно выжить. Дурил ты, картонная. Так. Здесь тупик, здесь ничего нет. Здесь я был, здесь я тоже был. Сюда залезть нельзя. Где вот он? Значит, идем туда. Блин, не перезарядился. По фонарям. Иду по фонарям. Погоди. Только керосинку зажгу. Далью и побежим. Самое главное, это бежать. Сейчас он еще раз переродится где-то вот здесь. Промазал. Попал. Попал. Да когда же ты умрешь? Я же тебе уже отвечал. Здесь неподалеку гостиница, стоит ее осмотреть. Я тоже так думаю. Предмет добавлен в инвентарь. Чуть не патронов надавали, миллион. По-моему, не к добру это все. Убить Нортона. А его возможно вообще убить-то? Кто-то должен ответить за все эти пытки. Люди смотрят из окон. Ой-ой-ой. Дай перезаряжусь сразу, чтобы это... Ой, топорики. Бежим. Бежим. Бежим, бежим. По-моему, он там взрывается. Дурило. Голова. Голова. Все, серьезно? Убил? Тихо. Что это было сейчас? Тихо. Он меня сейчас грохнет. Он меня сейчас грохнет. Не грохнет. Что такое-то? Где он, блин? Да перезарядись ты. Я три раза уже нажал перезарядку. Я пытаюсь уворачиваться просто в жизни. Бля, хоя муха, что происходит? Да куда бежать? Не вижу ни пизды, серьезно. Как это выиграть надо было? Я, блин, даже почти не останов... Потому что остановился, развернулся, посмотреть, не обернулась ли она. Нужно было просто остановиться и... Ой, не останавливаться, а бежать. Тогда бы он перестал за мной гоняться, взорвался бы и там продолжил бы я в него стрелять. Самое главное это перезарядка и скорость перезарядки. Она просто тупорылая. Все болит. Шо же, значит, я жив. Радует такой позитив, дружище. Патронов бы, блин, наобойму бы какой-нибудь у герцога купить побольше. Сложно, сложно. Ладно, давай попробуем убить. Перезарядка. Кинет сейчас топор. Но от них не сложно уворачиваться. Бежим. Просто нужно бежать. Просто нужно бежать в какую-нибудь сторону. Чтобы с ним не встречаться. Все, он взорвался. Бегу. Иду. Стреляю. Перезаряжусь пока, пусть сидит там. Дядя Петя, ты дурак? Нет? Бежим. Бежим, 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 бежим. Тихо. Не кидайся на меня даже. Даже не думай, я тебе не дамся просто так живым. О, вот это другое дело. Перезаряжаюсь. Топор сейчас кинет. А я в него буду стрелять все это время. О. Что-то новенькое сейчас будет, да? Перезарядочка. Пошло, поехало. Бежим. Самое главное, это не останавливаться. Всегда нужно быть в движении, чтобы, не дай бог, тебя никто не зацепил. Так, тихо. Да как ты, да не... Ну это, конечно, ерунда была сейчас. То, что он попал в меня вот этим вот... Как его называют волной. Это я... Он не мог в меня попасть волной, потому что я... Отходил от него. Где он там? Тихо. Когда же он умрет-то, нет? Ты не знаешь, когда он умрет? Мне кажется, он никогда не умрет. Его точно так надо убивать. Что-то я в него стреляю, особо ни хрена не меняется. Ох, неужели? Да, убил. Ёшкин кот. Пойти в гостиницу. Неужели? Неужели? У меня теперь есть револьвер. Гостиница. И убитый судья. Что-то звуки какие-то неприятные, странные. Сейчас прозвучали. Мне показалось, как будто это еще один враг. Еще один противник, но, видимо, нет. Пойдем в гостиницу. Кого тут нужно стрелять? Куда все подевались? Я же их слышал. Нет, только не снова. Быть не может. Кукушка поехал. Да, дружечка, кукушка. Угу. Блин. Да ты же умер только что. Каков отец, таков и сын. Это ты и должен был умереть. А этот за нас? То есть, я не пойму, кто за нас, кто не за нас. Потому что они оба как бы не очень хорошие, но вот этот явно злее. Потому что, или просто он не хочет давать ему убивать меня и хочет сделать это сам. Я в него то, что стрелял, это не поможет, дружище. Вот, вот это, может, поможет, да. Вот это действенный способ, действенный метод. И, видимо, даже помогло. Раз он так делает, он знает, что делает. Все-таки опытный человек. Глава 5. Но к ней мы перейдем с тобой в следующий раз. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующем видео. В следующей серии этой игрушки и в других видео. Не забывай подписываться на группу ВКонтакте, указанную в ссылке в описании. И всем пока.